Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по Европе. Карлов мост, Колизей, Лувр, Эйфелева башня и другие достопримечательности останутся в стороне от нашего маршрута. А я приглашаю вас в путешествие по обочинам. По обочинам Европы. Друзья, всем привет! Доброе утро! Вы на канале Мотосанчо. И мы с вами находимся на обочинах Испании. Где-то между Малагой и Альмерией. Но не возле побережья, а ушли вчера в горы. Давайте покажу вам место, где мы ночевали. Итак, это горы и развязка. Здесь есть кольцо и две дороги. Одна от нас слева, другая справа. По ним иногда ездят машины. Здесь южная растительность, которая ночью восхитительно пахла. И только-только выглянуло солнышко из-за горы. Ветряки стоят. Мотоцикл весь в рассе. Ночью было прохладно. Нет, не сказать холодно. Было очень-очень приятно прохладно. Мы повесили сушиться плавки, купальники. Но, естественно, ничего не высохло. Наоборот, все промокло. Будем не спеша собираться, завтракать. А самым первым делом, утром, я обычно включаю подзарядки. Включаю гарнитуры, чтобы можно было день ехать, общаться. И включаю батарейки для камеры. Мы тут развешивали полотенца на кустах. И вот, что я вам сейчас покажу. Видите, сидит какое-то насекомое с крыльями. Если к нему приближаешься, оно начинает угрожающе трещать и тебя отгоняет. Но сейчас нам не показало. Пойдемте найдем еще одного. О, вон они. Забавные какие-то мухи. Велосипедисты поехали. Мотоциклистов очень много ездит. И вчера вечером, и сегодня. А тут и само растение вызывает определенный интерес. На нем, видите, какие-то плоды. Похожие на маленькие горошины или зерна кофе. Так вот, они пустотелые. И там внутри семечка. Если их потрясти, забавно. Можно сделать интересную погремушку. Какие-нибудь маракасы. А вот, кажется, и проснулись эти самые жуки на деревьях. Застрекотали. А мы с вами пойдемте посмотрим выезд. Я вчера как-то сюда заскочил. Дело в том, что вот эти площадки на развязках обычно отгорожены глубоким кюветом, чтобы уходила вода. Ого, сколько их. Заскакивали мы где-то здесь. Через вот эту мусорку. Наверное, и выезжать будем здесь же. А это, судя по всему, стоянка для дальнобоев. Ну, что-то вроде места, где можно остановиться. Если не на ночь, то перевести дух. Асфальтированная площадка. А вон там мы ночевали. Ну, а после завтрака давайте же исполним ритуал здоровья и долголетия каждого мотора. Измерим уровень масла. Отлично. Полный. Мотор перестал есть масло. Как это объяснить, я не знаю. Не эмульсия. Нормальное масло. Прозрачное. Маслянистое. При этом жара, нагрузки высокие. И теоретически масло бы должно уходить. Но вот факт остается фактом. Что касается техники, пока есть у меня одна претензия и одно замечание. Это датчик включения вентилятора, а именно контакт на нем. За вчера, наверное, 4 или 5 раз приходилось останавливаться, потому что видели, стрелка уже шла в красную зону. Чуть пошевелишь, вентилятор включается, едем, все остывает, все отлично. Снова может выключиться, потом опять необходимо включение и снова нет контакта. Наверное, помогла бы капля контакт-спрея снять все вот эти окислы, но его у нас с собой нет. Менять клемму тоже сейчас не рискну. Поэтому будем ехать и следить за стрелкой. Ну и слышите, какой тут поднялся шум? Если бы так было ночью, мы бы спать не смогли. Получается так, что между восходом солнца и невыносимой жарой около часа. За этот час необходимо успеть сложиться и желательно выехать. Мишка с Танюшкой пошли пешком выбираться на дорогу. Ну а я сейчас их буду догонять. Немножко здесь покатаемся по кустам. Эндуро-Хонда. Добро пожаловать на борт. За то время, что мы складывались, мимо нас проехало просто огромное количество мотоциклистов, велосипедистов. Что поразительно, целая компания дедушек, седых, на спортивных велосипедах, в полном спортивном велоэкипе, погнали на гору. Молодцы! И вообще сегодня какая-то другая Испания. Да и вчера тоже. То, что было до обеда и то, что было после обеда. Две как будто разные страны. Здесь полно туристов. О, это солнечные часы. Прикольно. Здесь полно туристов. Очень хорошего качества дороги. Ну и естественно такая туристическая жизнь кипит. А все эти мотоциклисты, которые мимо нас проезжали, я так подозреваю, ехали на какую-то красивую мото дорогу. Я видел на навигаторе извилистый такой серпантин. Но мы туда не поедем. Поскольку наш мотоцикл для таких дорог не совсем приспособлен, назовем это так. И мы сможем только испортить всем удовольствие от скоростного прохождения поворотов. Тем, что будем там в правом повороте сбрасывать и оттормаживаться. В общем, двигаемся дальше по маршруту. Наша цель не какие-то локальные достопримечательности. Наша цель вся Испания. Субтитры сделал DimaTorzok Первая на сегодня заправка. Съезжаем с автострады. Что такое? Уже какой день забываю утром убрать подсос. И еду сколько-то километров на подсосе. Сколько-то десятков километров. А это, наверное, смесь серьезно богатит. Заправили полный бак. Допили соки. И план на сегодня такой. Сжечь два пака топлива. И потом выехать к морю. Но не мучаться, как вчера в поисках места под палатку. А найти место, где можно покупаться. Поплавать. Остыть. И оттуда уже выдвигаться на поиски места для ночлега. Куда-нибудь на обочину. Как всегда. Пейзажи, конечно, здесь фантастические. И погода сегодня радует. Скорее всего, благодаря тому, что едем относительно недалеко от моря и в горах. Температура пока держится на отметке 30 градусов. Для езды это очень приятно. Та самая ситуация, о которой я утром говорил. Температура двигателя поползла вверх. И, скорее всего, это не только из-за жары. Но и из-за того, что у нас не включился вентилятор. Останавливаемся аккуратно на обочине. Все остаются сидеть. Да, тишина. Вентилятор не работает. Проверяем. Помпа журчит. И вот загудел. Именно отходит контакт. Вот я шевелю. Начинает работать. Проверка. Выключили. Включили. И он снова не завелся. Уже как его и не шевелю. Должно было все окислы давно протереть до металла. И все должно было включаться. Но нет. Может быть, на китайском датчике стальной контакт. А вот эта мама, которая на него одевается, метная. Может, из-за этого. Не знаю. Загадка. Продолжение следует. 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 Мы снова остановились на заправке, чтобы поменяться местами. Мишка с Танюшкой поменялись местами. Я продолжаю за рулем сидеть. Гляньте только, какой кемпер заехал. Он гигантский, трехосный, целый дом. Ну да, правильно, дом на колесах. Все логично. Поехали дальше. Километров через 100-150 надо будет сделать остановку на обед. Обочины испанских дорог. Везде, где есть люди, вот это наблюдаем. Очень много мусора. Проезжаем какой-то скальный город. Там пещеры в этих склонах. А вот дома построены фактически в этих же горах. Необычно. Думаю, это довольно практично. Такой массив скалы или песчаника довольно долго будет прогреваться. А значит, в доме, который в нем можно построить, будет прохладно. Сегодня явно заметно, что мы едем по дороге, где много туристов. Все тут едут на курорты, едут на море. Поэтому необходима инфраструктура, где можно было бы остановиться, перекусить, переночевать. Много отелей, ресторанов, кафе, баров. Всякого придорожного сервиса. Снова начались вот эти скалы из песчаника или чего-то похожего. И снова к ним вплотную лепятся дома. А также в самих этих скалах выдалбливают пещеры. Опять проблема с включением вентилятора. С этим надо что-то делать. Включаю зажигание. Вентилятор молчит. Помпа журчит. Включился. Выключаем, включаем. И опять тишина. Снимаю маму контакт. Карачу на массу. Все включается мгновенно. Контакт отличный. Одеваю на датчик. Шевелю. То включается, то нет. Возможно проблема с самим контактом датчика. Датчик у меня китайский. Оригинальный. Я думал, что вышел из строя. Но учитывая проблемы с термостатом и помпой. Возможно и родной датчик работает. Просто не включался из-за того, что не догревался до нужной температуры. Если что, оригинальный датчик у меня с собой. Можно попробовать поменять. Смотрю, на каких номерах здесь встречаются автомобили. Половина это, конечно, испанцы. Но процентов 30 итальянцев. Около 20 процентов французов. И совсем уже редко-редко португальцы. Белорусов не видел. Поляков тоже. Только что заметил, засветилась лампа топлива. А значит, мы сожгли от заправки 10 литров бензина. Смотрим по пробегу. Около двух сотен километров пройдено. Значит, расход 5 на 100 в среднем. Ищем сейчас заправку. И, наверное, там же остановимся на обед. Не хватает высокой сумки на баке, на которую можно было бы лечь. А так приходится локтем опираться на руль. И ехать в позе супермена. Вперед! Ну вот, есть указатель. Съезд в какую-то деревушку. Поищем там заправку. А вот и заправка. И тут же такие хвойные. Кто это? Я не знаю, что за деревья. Но они дают отличную тень. Здесь и станем на дневной отдых. Залили полный бак. И очень странная ерунда с ценами. 17.07. Я пока в очереди стоял, читал 17.07 без сдачи. Дохожу до кассы. Мне показывают 17.96. Почему? Непонятно. Может быть, какой-то еще сбор за комфорт. Или за то, что мы гринго. Не знаю. Мотик оставили наверху на парковке. А сами выбрались вот под эти деревья. Будет у нас полянка для обеда. Рядом дальнобой готовит себе обед. Проша. Вот помните, я вчера, кажется, говорил про колбасу. Она вся у них внутри с какой-то яркой или оранжевой, или красной приправой. Но на вкус ничего. А после обеда я докопался до ящика с инструментом. И еще разок почистил и поджал разъем. Поджал эту маму. Оделась плотно. Будет ли работать, не знаю. Проверить сейчас не получится, потому как двигатель уже остыл. Но, опять же, будем ехать на ходу, смотреть по показаниям температуры. Отдохнули, пообедали. Немного повозился с мотоциклом. И сейчас построили маршрут до Валенсии. По пути у нас город Мурсия. Там забираем ближе к морю и идем на Аликанте. Где тут выезд? Туда нельзя и сюда нельзя. А, вон, нашел, нашел, нашел. Вот, собственно, и указатель. Мурсия. Заметил, что ставил телефон в крепление. Не зафиксировал резинками. Есть риск потерять. Вот так лучше. Получается, самый жаркий час пересидели в тени. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, несмотря на все мои старания, проблема не ушла. На затяжном подъеме температура пошла вверх, вентилятор не включился. Сейчас найдем место, где можно относительно безопасно остановиться, чтобы быстренько поправить контакт. Например, вот здесь. Слышим, да, вентилятор не работает. Помпа гудит. Что ж ты будешь делать? Мне кажется, он все хуже и хуже включается при пошевеливании. Такое ощущение, что виноват все-таки датчик. Вот контакт на массу. И сразу включается. А вот датчик. Ну, сейчас получилось. Кажется, надо... Выключился. Кажется, надо или переводить на ручное включение, где-то у меня был длинный провод, или попробовать поменять датчик на старый. Но для этого надо, чтобы мотоцикл был полностью холодным. То есть утром. Ничего себе, куда это мы выехали? Город просто до горизонта. Все, дома, дома, дома. Целая долина. Огромная, заселена людьми. А там вдалеке, на дальнем склоне горы, кажется, гуляет смерч. Былевой такой вихрь. Не знаю, видите вы или нет. Остановились еще на одной заправке для небольшой передышки. И здесь обнаружился очень удобный туалет. Удобен он тем, что находится отдельно от кассы. Туда можно зайти, и на тебя никто не смотрит. Поэтому мы пошли и постирали много-много грязного белья. Это, конечно, отдельная тема. Стирка, когда туда заходят, выходят люди, говорят тебе Ола, ты Буэнос Диас. И продолжаешь стирать носки в раковине. Все готовы. Едем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова вентилятор. Снова не включается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, уже стало хуже. Если раньше достаточно было просто тронуть его пальцем, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА